Здравствуйте, друзья! Вы на канале Уютное Чаепитие и с вами я, Ирина Резвая. Время уже почти шесть вечера. Мы поехали на дачу. Показываю вам. Я не знаю, вы сейчас, конечно же, увидите. Нет, конечно, увидите. Помните, сколько висело здесь льда? Здесь над проводом висела огромная глыба льда. Мы все боялись, что она упадет вот там. Все было в огромных сосулях. Вот такое у нас расчищенное теперь крыльцо. В подъездах горит свет. И у нас, значит, в понедельник была проверка. Внеплановая проверка от прокуратуры. Сейчас я приеду на дачу, потому что будет сейчас в машине шумно. Я буду вам, может быть, где-то показывать что-то. Ну, вы уже всю эту дорогу видели. В машине шумит. Вряд ли я подключусь. Уж есть ли что-то, что-то будет интересное. В общем, едем мы снова на выходные. И там обо всем и поговорим. По крайней мере, вот посмотрите. Я просто вам показываю сейчас дом. При свете дня некогда было. Ну, и сейчас очень хорошо видно. Вот Николай Александрович. Заехал с работы. Меня забрал. Привет. Привет. Что, поедем? Поедем. А ты ж куришь все равно. Ну, залазь. Друзья, слышали? Залазь. А как? Посадить тебя? Нет, подожди. А как говорят? Не залазь же в машину. Садиться? Наверное. Вот в эту ты можешь сесть. Куда? В эту машину. Вот эту машину. Так. Это тебе залазить надо. Спасибо, Куленька. Спасибо, Куленька. Залазить буду. Нет, друзья мои, он шутит. Ничего я не буду залазить. Я буду прекрасно засадить. У меня просто вот это вот. Давай, давай. Я посмотрю, как ты будешь заходить. Ноги отрекай. Знаешь что? Ну и что? Залазить надо? Да. Издевается надо женщина. Ты мне стекло обтер? Обтер. Ну-ка. Грязное. Вот здесь в уголочках грязное. Я-то что сделаю? Погода такая. Ну, уголочки можно и обтереть. Залазь, главное дело. Ой, ну ладно. Шутим, пошутим. Что-то настроение, друзья мои, какое-то, знаете, какое-то вот мрачное. Не могу понять, от чего. Нет, не то, чтобы я к вам вышла без настроения. Нет. Мне сейчас надо найти причину, почему... О, Колюшка ведь дала чистую тряпочку-то. А где чистая-то тряпочка? Там. Найти мне надо причину, от чего мне так... Что-то меня тревожит. Понять не могу. Наверное, меня тревожит то, что у меня дочь с внуком болеют. Вот это, скорее всего. Вот это и есть причина. Потому что у Тимулечки температурка. Доктор пришла. Выписала только давать от температуры. И что еще? Там от горлышка раствор. Температура, сказала она... Я говорю, Катюш, вызывай доктора. Она говорит, доктор говорит, что если не спадет температура до среды, то тогда вызывайте. Сегодня пятница. Сильно-то он разболелся позавчера ночью. Ночью сегодня плохо спал. Мне надо было утром бежать сегодня к Кате. Она написала, мама, не ходи. Я не выспалась. Ой, сейчас, друзья мои, я пристегнусь. Сегодня показываю. Утеплитель снова везем. Четыре пачки здесь. А это сделали... Чего, Колюшка? Фонарик-то убери. А что, у меня включен, что ли? А, так из-за этого в темноте и видно. Подожди-ка, я сейчас посмотрю. А может у меня... В общем, когда дети болеют, конечно же, настроение... Дети, внуки, настроение никакое. Не знаю, у меня прервалась связь или нет. Я записывала, что погода сегодня немного похожа на снег с дождем. Потому что была плюсовая температура даже днем. Завтра уже будет морознее. Будет до минус одиннадцати. А днем вроде бы минус семь. А в понедельник уже ближе к минус двадцати. Ну и не мудрено. Это мудрено, что... Удивительно, вернее, что сейчас такая погода теплая. Конец января. Впереди еще морозы будут. Еще февраль. Еще март. Никогда не забуду, как учитель физкультуры в Пинниге, где я терпеть не могла лыжи. Рассказывала, наверное, вам я. Вот, и как-то я сказала, что уже середина марта, а мы все еще на лыжах. А он так удивился. Говорит, а как, говорит, у нас еще и в конце марта морозы бывают. И до минус тридцати даже бывают. Ну, потому что Пиннига север все-таки. Пиннига все равно севернее. Холоднее. Ничего. Главное, дома тепло. На улицу выйдешь, оденешься. Вот в прошлый раз не удалось вам показать пробку. В этот раз, смотрите. Все большие грузы в основном. Ты посмотри-ка, да, сколько их тут едет. В эту сторону нету, а в эту есть. Снежок опять пошел. Снежок опять. Я говорю, он какой-то сырой, да? Смотри-ка, здесь все побелело. Это свежий снег. Здесь же все было грязно. Здесь много машин. Здесь всегда все растаявшее и грязное. О, вдалеке сколько там машин. Но в этот раз не такая, как пробка в прошлый раз. В прошлый раз вообще стояла густая. Кирюшки у меня делали не только Кирюшки, а его классу. И параллельным классом делали прививки от дифтерии. И сначала нормально-нормально. А к вечеру уже нога стала так болеть сильно. Еле-еле ходит. Утром тоже еле-еле. И сегодня со школы я пошла половичок потряхивать, прежде чем его постирать. Смотрю, идет. Тихонечко хромает. И вот одна девочка вообще даже не смогла в школу прийти. Даже встать с кровати не смогла. Так было больно ноге. А я не помню, что бы нам делали в ногу. По-моему, нам делали в руку от дифтерии. Я не помню только какой нам укол делали под лопатку. Не помню, школу? Мы когда Кирюшу в детский сад устраивали, нас заставили с тобой сделать прививки. По-моему, от дифтерии заставили. А под лопатку какой делали, не помню. В общем, стали детям делать в ногу почему-то. Никогда раньше в ногу не делали. Тепло чистое. Вообще даже приятно смотреть. Обычно оно грязное от машин, наверное, впереди идущих. От грязи. Вот, друзья мои, еду и думаю. Хочу Николаю Александровичу предложить отпуск взять пораньше. И отпуск убить. Он и так на рыбалке ездит каждые выходные. Там будут майские праздники. Можно на рыбалке в майские праздники. А я вот хочу ему предложить, Колюшка, вот сразу тебе сейчас говорю, возьми отпуск в конце апреля. Поехали у стены. Меня никто не отпустит. Почему? Потому что график. У меня график майский. А у тебя же наоборот не хотели в мае отпускать. Пофиг. Мы не хотели. Они же наоборот говорили или позже, или раньше. Я вот просто думаю, что начнется лето, и никуда мы не поедем опять. Так мы каждый год будем откладывать и откладывать. Сама она не приедет. Что, она не приедет? Май, кстати, я не отправлюсь. Май? Да. Ехать в мае хочешь? Ну что, я не отправлюсь в мае. Нет, я просто думала, что выходные в мае ты как раз и убьешь на свою рыбалку. А отпуск можно съездить. Я тебе говорю, почему ты в мае не хочешь? В мае ждал мой фильм. Я даже не знаю. В мае? Или ехать может? Нет, видишь, чего? Когда обычно распутится бывает? В мае уже ездит на что? На машине ты имеешь в виду? Да. Не знаю. Нет, наверное. Нет, еще не ездил. Ну так тогда можно и ехать, да? Ну нет, забываешь, что у меня халтура там будет в мае. А ну вот видишь? Чего видишь? Вот видишь халтура в мае? Ну вот. Значит, а ехать в апреле? Нет. Халтура сделается, грубо говоря, дня за 4-5. Отпуск будет 20, может, 25 дней. Да? Хорошо. Не знаю. Даже не знаю. Не хочется в мае уже у себя на даче быть. Я как-то не хочу майские дни терять где-то. Вот апрель самое бы то было. На поезде только хочу. Так хочу на поезде. В купе, Коля, хочу. Что? Вы видели Колин взгляд? Я не хочу в плацкарте с кем-то. Я помню, мы с Колей поехали. Это было 3 года назад. Мы поехали где-то около 19 марта. Я помню, что Гирюшка на день рождения остался дома. А Катя у нас с Ильей, не помню, жили отдельно, наверное. Ну, в общем, как-то мы выбрали вот именно вот эти дни, чтобы съездить к Колиной маме. И как раз начинался ковид. Вот он только-только начинался, помнишь? И мы ехали в поезде. И в поезде все об этом говорили. Но никто еще в масках тогда не был. Еще не объявили даже масочного режима. Ну да, это было, по-моему, 3 года назад. Да, да, да. Да, так это было. И никто не верил в этот ковид. И идешь, например, там в туалет и слышишь, а не ковид, по-моему, называли, а как-то по-другому называли. Подожди, как еще ковид-то называли? Как-то еще. Ну, ты посмотри, вылетела из головы, ведь было популярное название. Корона. Точно. Друзья мои, наверное, в аптеку с одинкаумом. Коронавирус. Коронавирус. А мы все привыкли просто корона да ковид, коронавирус. Никто в это не верил. И в поезде никто не боялся ехать. И обратно мы ехали тоже никто не боялся. Ни одного человека в маске не было. А потом началось. Я потом, когда приехала, мы, наверное, были у мамы, наверное, дня 3, да, Коль? Ну, пока то все. Где-то недели у нас не было. И вот мы приехали, и нам надо было... А, прошло, наверное, полапреля, потому что уже было... Даже дороги такие были сухие. И нам надо было по счетчикам ездить. Ну, мы ездили тогда, еще работали по счетчикам с моей напарницей. И уже начали на объявления все расклеивать в квартиры. Нас перестали пускать. Объявления они начали клеить на подъездах. Никого не пустим. Это мы были на Сульфате. У нас есть район Сульфат. Я вам его как-нибудь покажу. Обязательно Колю попрошу. Он меня покатает по Сульфату. Да, ведь, Колюшку? Не знаю. Колюшка? Я подумал, ну, вот это он просто. Значит, покатает. Раз он так сказал, значит, покатает. И вот все. Нас перестали пускать в квартиры. А мы же работали с квартиры. Квартира стоила, одна квартира, вернее, один счетчик стоил там сколько-то, рублей 17, что ли. Ну, это грязно, без налога. И нам надо, чем больше счетчиков ты пройдешь, тем больше ты заработаешь. И нас не пускают, не пускают. И все. И вот это пошло. Все начали ходить в маске. Потом объявили масочный режим. Сколько было в автобусах, сколько было скандалов. Автобусы, в автобусах обязывали просто взять маски. Если кто-то без масок, выгоняли. Это, конечно, было редко. В основном люди были, ну, у нас ведь народ послушный. Им сказали, одень, значит, они и оденут. Я, например, видела, я тогда еще блогерством не занималась, так обязательно бы, сняла бы. Я помню, что кто-то маску не одевал или не было маски у человека. Кондукторша, он, а, нет, принципиально говорит, не одену. Я не верю во все это. Мне плохо в маске. Автобус не трогался с места. Люди уже начали ругаться. Такое даже было. Потому что пугали кондукторов, если ходили же проверки. Потом начали поливать подъезды. К нам управляющая компания пришла, полила нам стены. Мы выходим из квартир, мы в шоке. Они были не опрысканы, Коля, они были безобразно облитые. Их же прыскать надо было. Они были, там кусок облит, сам кусок, так мы потом отмывали. В общем, вот тогда вот это началось. А, вот случай-то, а, я помню, что я возила с собой всегда запасные маски, потому что лямки на этих масках рвались. Нам выдавали маски. Сколько-то нам, наверное, три или четыре маски нам выдавали на работе. На второй работе в водоканале, вот уже на станции я работала. Или уже потом как-то пошла работать. В общем, выдавали и там. И вот помню, на ребенка тоже, на ребенка кто-то тут. То ли пассажир, нет, кондуктор. Я дала свою маску ребенку. Часто люди выручали друг друга. Хотя на маске были такие цены. У нас же так всегда, у нас же пытаются навариться на том, но вот на злободневную тему дня у нас кто-то пытается всегда навариться. Если надо покупать маски, они должны быть копеечные. То обязательно они взлетали до невиданных прямо цен. Так, поэтому мы уже едем. Скоро мы к Маймаксе уже выедем, да? Да, сульфат, я вам ни разу не показывала. Сульфат-то хочется съездить там по счетчикам. Как-то я там и начинала ходить по счетчикам. Ездила на автобусе, выезжала рано утром. Потому что надо на двух автобусах было ездить. Но мне там ходить по счетчикам нравилось. Мне вообще нравился сульфат. Я не ожидала. Я думала, что это будет ужас ужасный. Приезжаю, говорю, Коля, как там неуютно на сульфате. Ну там есть, конечно, деревянные дома. А сам как-то вот он такой, какой-то он так построен, компактный. Ты не находишь? Ты же жил вроде на сульфате когда-то. В молодости, да? Когда учился. Коля говорит, там нормальный район. Я думала, что там вообще само название сульфат. Там, Колюшка, что там было раньше? Лесозавод. Лесозавод и именно почему-то перерабатывали там древесину. Делали бумагу. Делали бумагу и запах стоял. Вот когда выходишь, например, зимой выходишь в мороз. И какой-то легкий, может быть, ветерок со стороны вот этого сульфата. Пахнет такой кислой, капустой какой-то такой, да? Гнилокислый запах такой был. Это так пахзавод. Я вообще не ожидала. Я впервые почувствовала тогда такой запах. Думаю, боже мой, что это? И все, о, сульфатом пахнет. Или на Вадвинском, да? На Вадвинске еще. На Вадвинске тоже там такой. То же самое, да. Тот же завод. Но он был и не противный. Но такой специфический запах-то. Вот, друзья, я вам сказала, что я не буду записывать в машине. В прошлый раз был скрип. А сама вот разболталась. И записываю. Ну, в общем, я когда, помню, поездила на сульфат, я там хорошо денег заработала. Там по счетчикам ходила. Мне вообще там нравилось. Там дом такой был. Прямо у железной дороги. И, я помню, жительница сульфата сказала, а ты, вы знаете, говорит, у нас здесь дачи есть. И, говорит, за железной дорогой идет такая аллея красивая. Говорит, как прямо в Ялте идешь. Я все хотела туда попасть. И, кстати, единственное место, где можно было купаться, где признали, ну, тогда еще, вот, три года назад. Это уже четыре, это четыре уже года назад. Это я рассказываю вот еще до того, вот как мы съездили с Колей, когда я только-только начинала. Единственное место где-то на сульфате, на реке, можно было там купаться, где пробы воды были хорошие. А этого завода, Коля, давно уже там нету, да? Ну, закрыли его, да. Как-то вот мы приехали, он был еще сульфат? Потому что был запах, по-моему, да? Да, он ходил. Ну и, друзья, ну все, развалили. А в Новодвинске сейчас есть этот завод? Есть. Есть еще до сих пор? Смотри, соблюдайте скоростной режим. А сколько здесь можно скорость? 80. 80? Так много. Ну, 60 там было же, знать, А у тебя 60 километров, да? 60, 20. Ой, меня зовут, посади, я буду ехать. 20 минус 5. Вот так вот. Да, надо как-нибудь съездить. Но там симпатично летом, зимой там, зимой, либо весной, конечно, везде грязно. Потому что машин много, везде дороги посыпают. Ну, грязь будет, снег черный, некрасиво. Хорошо ездить летом, там, показывать летом. Или вот начало, может, лета, когда еще все кустами там не заросло, можно будет съездить. Я обязательно съезжу, вам покажу. А может быть, даже и в какой-нибудь такой день съезжу на автобусе, почему бы и нет. Но до Сульфата довольно далеко ехать, довольно долго ехать. На двух автобусах, это, конечно, надо именно время. Потому что я помню, когда вот ездила, выйдешь рано утром. Да, чтобы, знаете, чтобы еще сесть хотя бы, не стоять. Ну, вот мы уже и на трассе. Сейчас мы с Колей заедем в магазин, рубим молока, кефир. Я хочу кашку сделать в печке. Взяла миску. Такую же, в которой раньше мама делала. Не знаю, вместится она в печку или нет, потому что от сковородки, от той очень сложно отмывать. Ну, вот, друзья, мы и дома. Дома тепло. Но все равно тапочки одели. Дома вообще тепло. Ну, да, сейчас печечку. Потому что вы утром топили, а вот сейчас вечером на протапливать, да? Такое ощущение. Может быть, просто с машины. Ну, на улице тепло. Но звезды, друзья мои, звезды. На небе. На небе звезды. Отсюда-то не видно. Вот. Вот. Завтра говорю, завтра подморозит. Ну, что, мы сейчас будем топить печку. Я уже трубу открыла. Колюшка сейчас у меня, я люблю печку растапливать, а Колюшка будет сумочки разбирать. Он будет готовить ужин. Хочет меня накормить сегодня жареными макаронами. Представляете? Жареными макаронами. Да, жареными макарошками. Хочет меня накормить. А мы зашли, с дачкой поздоровались. Дачка нас ждала. Скажет, вот чокнутые какие. С дачей здороваются. Ну, он у меня, посмотрите. Колюшка, все, я раздеваюсь, начинаю. Или ты затопишь? Ну, давай, затапливай тогда. Будем. Это я, посмотрите, пакет привезла. Полотенца. Пошли в баню, больших полотенец нет. Ну, вот. Навезла полотенец, еще чего-то там. Забыла тюль, правда, на кухню. Ну, ладно, это не к спеху. Так что, я тоже раздеваюсь. Сейчас телефон поставлю в штатив. И примемся, наверное, за дела. Вот у меня опять на голове. После шапки еще голова намыта. И вообще на голове черти что и сбоку бантик. Вот так вот. Вода даже не замерзла. Так она у нас и не мерзла последнее время. Да, можно было бы и в баню бонус. Не, в баню-то не надо, кор. Ну, посмотрите. Конечно, в бане. Такая печка хорошая разорвет, и все. Зачем? В бане не надо. Даже эту, как его, жалко. Кого? Бочку. Как, что ты? У нас осталось ведро. Вода в ведре осталась. Лопнула. Ой, мне звонят другие. Все, печку уже затопили. Печка топится. Как-то ты ее так пшик и все, да? Дрова сухие, да. Кунишка у меня раздевает. Я не знаю, куда паку. А, сегодня кашу я буду ставить на ночь. На ночь будет, да? Да, я буду ставить. Рис можешь не убирать. Вот такая сковородочку, видите? Вот, расставила ее специально, что могла. Сколько? А, у нас еще хлебушек остался, да, я не забыла. Вот, на, пакетик. Мы мясо не будем шашлык делать завтра? Не, не будем. Ну, зачем? Нет, я спросил, если ничего надо, достать их нет. Нет, не будем. Потом в следующий раз. Мы вообще баню-то будем топить или не будем? Завтра посмотрим. Завтра день будет. Завтра люди будет. Хорошо. Завтра опять на рыбалку. Вот, я схожу на рыбалку, посмотрю, если что. Ну, может быть, как-то иди мы увидим. А если ничего? Если ничего, то, значит, может быть, и будет баня. А как так-то надо ведь ее до обеда-то пить? Че? Че или ничего? С баней-то надо определяться с утра, а? Вот, я вот, видите, тут целый пакет. Колюшка здесь вещи, а я их пока поставлю сюда. На, отключись. Вот сюда нажми на кнопочку. Она у тебя работает? Она же не работает. Работает, нажми. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok